Всем привет! Меня зовут Авами Лиса и я рада видеть тебя на моем канале. Сегодня я расскажу вам про главные тренды 2018 года. Но прежде чем мы начнем, я прошу тебя, да-да-да, именно тебя, подписаться на мой канал. Тык! Подписался на мой канал, включил себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Ну что ж, тогда приступим. Вы знаете, я лично сама отношусь к моде очень прозрачно. То есть мне на самом деле нет никакого дела до того, что сегодня в моде, что сегодня не в моде. Но так как мы все-таки живем в современном мире и выглядеть, ну скажем так, принцесской из 18 века немножечко неуместно в условиях наших реалий, я считаю, что такие видео очень будут полезны и для меня, и для моих подписчиков, так как вы просто будете в курсе событий, что же сейчас в тренде, а что же нет. И да, кстати, напишите ко мне в комментарии, как вы относитесь к моде. Вы следуете моде, отслеживаете тренды и пытаетесь максимально соответствовать, быть максимально современной и в модной тенденции, или же вам на моду все равно, и вы смотрите такие видео, читаете такие новости, ну, исключительно прикола ради, как я. Что ж, это говорит вам человек, который сидит в майке, который сейчас находится на хайпе, да, кстати. Один из самых первых трендов это логотипы. Логотипы, надписи и все, что с этим связано. Наверняка вы видели этот тренд уже неоднократно, потому что майки, кофты, футболки, пуховики, плащи, да все, что угодно сейчас можно найти с этими лейблами, с этими надписями, с большими буквами, просто в любом совершенно магазине. Будь то какие-нибудь люксашные Гуччи-шмуччи, будь то просто самые обыкновенные Али, например, Экспресс. А вот смотрите, шапочка Гуччи, и разумеется, с моим бенгальским котом по имени Эвил, ну, кто это, если не Эвил, в конце концов, и смотрите, в чем прикол. Как видите, у этой шапочки есть надписи, как видите, здесь в конце Y, а не буковка И. И сначала я подумала, решила, что я сошла с ума, и со мной что-то не то. И типа, я что, купила левак? Но оказалось, что никакой левак я не покупала, этот типа тоже какой-то у Гуччи сейчас тренд. Типа, они лепят вот эту вот надпись, заведомо с ошибкой, видимо, для того, чтобы затроллить всяких китайских братков, которые делают копии. Да, что ж, это очень забавно и очень неловко. Сейчас повсеместно везде надписи у дорогих брендов, у недорогих брендов, у первой линии, у не первой линии, и вот, пожалуйста, что мы с вами по итогу имеем. Но мне, кстати, этот тренд нравится, наверное, более всего. Второй тренд это платки. Платки, повязанные на волосы. Сейчас это будет очень сильно нужно, особенно в весенний период, когда мы все с вами уже поснимаем наши шапки. И будем носить платки. Сейчас будет огромное количество туториалов, в том числе, я уверена, и на ютубе о том, как правильно адаптировать этот платок, как классно с ним выглядеть. И, в принципе, я уже тоже снимала такое видео, где показала вам один очень мега простой образ, как можно задействовать обычный платочек. Следующий тренд это поясная сумка. Боже, мне кажется, сейчас, когда настанет весна, когда народ получит все свои заказы с Алиэкспресса, этих поясных сумок будет безумно большое количество. И каюсь, я заказала целых две поясные сумки себе с Алика. Одна это просто, ну, это почти что Гуччи, только без лого, а вторая это сумка с очень странным названием, на которой написано Минг Ху О. Я не знаю, что такое Минг Ху О, и прежде чем ее заказать, я решила загуглить. И когда я загуглила, я поняла, что Минг Ху О это вот это вот, и поняла, что эта сумка просто сложна для меня. Поэтому я теперь сижу и жду, когда Алиэкспресс уже мне мой заказ-то организует. Надеюсь, она будет классная, потому что на фотках она классная, и этот Минг Ху О, чувак, тоже очень неплох. Следующий тренд это повязка на волосы. Это к нам пришло от показа Шанель, кстати. Вот эта самая фотография, с которой, как мне кажется, пошел особый дикий хайп на именно вот эти вот повязки для волос. Теперь давайте немножко отойдем от конкретно предметов и перейдем к цветам. Сейчас самые модные цвета это красный и лиловый, сиреневый, фиолетовый, лавандовый, в общем, все оттенки вот этого прекрасного, замечательного оттенка. Знаете, у меня с ним вообще очень интересная история, мне нравится этот цвет, безумно нравится. И несколько лет назад, когда даже речи не было о том, что он сейчас бабаться станет модным, я искала себе лиловое пальто, лавандовое пальто. И я не могла его найти, я оплатила все магазины, я даже смотрела на Алиэкспрессе, и я нигде ничего не могла найти в подобном оттенке. А сейчас того всего много, а мне уже не надо. Второй же оттенок это алый, красный, яркий, спортивный, в общем, просто самый обычный базовый ярко-красный цвет. Он, мне кажется, присутствует так или иначе практически у каждого человека в гардеробе изначально, потому что красный я лично считаю одним из самых базовых оттенков, наряду там с черным, с белым и с серым. Потому что он как бы максимально нейтральный из ненейтральных. Следующий тренд это массивные кроссовки. Сколько уже лет на хайпе находятся всевозможные кеды, кроссы всяких разных фирм, найки, конверсы, да все что угодно, вансы, чего только сейчас у нас не было. На пике моды и шелковые, и стразовые, все, наверное, было, но в этом году у нас просто максимально бомжинский стиль. То есть здоровенные массивные кроссовки, желательно максимально потропанного вида. Вот эти вот, например, от Balenciaga, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что это просто идеальная обувь для бомжинка стиля. И эта бомжинка стиль сейчас будет очень-очень активно форзиться. Мне кажется, довольно-таки интересная модель, если бы не ее интересная цена. Все-таки цена около 60 тысяч рублей за кроссовки. Ну, такое себе, 10 раз подумаешь, надо ли она тебе или все-таки нет. Но, тем не менее, как всегда, на помощь нам приходит наш Алиэкспресс и всевозможные масс-маркет-магазины, которые, я уверена, что будут выпускать подобную обувь просто по всем местным. Сейчас также на пике популярности будет так называемая комбинированная обувь. То есть, когда у вас есть туфля, но в туфле уже есть носок или есть сапог. И в сапоге есть носок, гольфик и что-то такое. Короче говоря, это, так сказать, два в одном. Туфля, носок. В принципе, тренд очень интересный. Но, что самое главное, вам совершенно не обязательно покупать конкретно такую обувь, потому что вы можете взять просто носок обыкновенный, туфлю обыкновенную, продеть туфлю в носок и вуаля, самый модный тренд самым бюджетным способом. Конечно же, еще стоит отметить такой тренд, как Sky-Fi очки. На самом деле, очень модная тема. Я, если честно, когда увидела первый раз это все на фотографиях, подумала, ну что за дичь. А потом подумала и решила. Очки J.J. Hadid for Vogue. Окей. Что в этих J.J. Hadid очков для блога мы можем с вами найти, кроме удивительно-футуристического дизайна, который больше напоминает вот этого парнишку. Я не знаю, зачем я только что это все сделала, но мне показалось это дофига прикольным, поэтому смейтесь. А если не смеетесь, то вы не понимаете мой юмор. А если вы не понимаете мой юмор, то я даже не знаю, что вам сказать. Наверное, у вас хорошее чувство юмора, в отличие от моего. Да, нет, наверное, не знаю. Короче, как вам эти очки? Что думаете? Да, конечно же, это довольно провокационная форма, скажем так, на любителя, и не каждый будет такое использовать. Но если вдруг вам хочется чего-то такого модненького, но конкретно к такой форме вы еще не готовы, потому что она реально очень странная, very-very странная, то можно воспользоваться вот такой вот альтернативой, просто очками со скошенными верхними краями. Они уже выглядят более привычно, но не менее футуристично. И такие, конечно, гораздо проще будет найти. Да, кстати, какая вам нравится больше форма? Такие вот это вот более привычное нам, или вот это вот, которое сейчас будет на волне хайпа тренда? Я вот еще думаю, что нужно снять видео про антитренды. Не потому что я считаю, что когда мне еще какая-то выходит из моды, нужно срочно от нее избавляться. Нет, просто снять, чтобы, так сказать, нести информацию в массы. Да, что вы думаете по этому поводу? Вы хотите видео про антитренды или нет? Отвечай. Что касается тренда с пластиковыми деталями, тут, мне кажется, очень важно отметить, что такая одежда очень прихотлива, и сумки очень прихотливы. Ну, есть только они прям вот совсем не пластиковые, есть они непрозрачные. И это просто полный головняк. Смотрите, я той осенью купила себе такой плащ, и сейчас я покажу вам, что с этим плащом стало, и вы офигеете. Смотрите, смотрите. Ща, ща я его вам принесу. Секунду, я уже тут. А вот и мой тот самый замечательный плащ. Между прочим, плащ из топ-шоп, то есть он-то и не 2 копейки стоил. И он сам по себе очень прекрасный, и все с ним классно. Кроме того, что посмотрите, что с ним произошло. Это прозрачный плащ, понимаете? Это должен был быть прозрачный плащ. Но он покрылся какой-то, я не знаю, что это, какие-то белые блеклые штук. Ща я туда черный рукав продел, и вы посмотрите. Во! Вот это что такое? И вживую это выглядит просто отвратительно. Такое ощущение, как будто он запотел и превратился в какой-то парник. Короче, я не знаю. Возможно, я просто купила максимально, максимально некачественную вещь. Вот честно, я прям даже не знаю. Но мне кажется, все-таки дело вряд ли во мне. Скорее всего, это особенности этого материала. При том, что хранился он очень хорошо, но выглядит, ну, просто максимально в срататан. Короче, если вам нравится этот тренд, то будьте с ним осторожны, потому что мне кажется, что с обувью будет та же самая фигня. Вот, например, в принципе, модная стильная молодежная сумочка, которая сейчас также находится в тренде. И что у нас здесь мы видим? Здесь мы видим тоже пластик, который сейчас находится на хайпе, но при этом, в отличие от этого замечательного пальтишки, она у меня никак не запотела. Хотя эта сумка стоит гораздо дешевле, чем то самое пальто. Массивные серьги почти всегда выглядят замечательно, особенно если эти серьги сами по себе очень красивые и привлекательные. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. А если это так, то ставьте ваши лайки, лойсы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч. Наверное. Субтитры сделал DimaTorzok